Привет любителям хорроров и просто любителям видеоигр. По просьбе пользователя Степан Сотников в комментариях к моему предыдущему видео, я тестирую серию игр Outlast. Степан, я знаю, что вы также ждете Portal, не переживайте, он будет в одном из следующих роликов. Кстати, вы тоже можете написать в комментарии название игры, чтобы я протестировал ее на своем канале. А пока, давайте приступим к тестам. Технические характеристики моего макбука вы можете видеть на экране. И в качестве бонуса, первый Outlast я также буду тестировать на MacBook Air. Его характеристики также на экране. Начнем, пожалуй. Outlast. Данная игра вышла в 2013 году и была портирована на macOS спустя полтора года. Так что сегодня мы запускаем нативную версию этой игры через розету. Что такое розета, я рассказывал в одном из своих предыдущих видео, подсказка вверху экрана. Первое, что меня смутило, это загрузка игры, которая длилась примерно минуту, что для таких нетерпеливых людей, как я, кажется, непростительно долго. Настройки графики выставлены на высокие разрешения экрана 1920 на 1080, что по стандарту я делаю практически для всех игр. После просмотра вводной катсцены меня ждал еще один неприятный сюрприз. Бесконечная загрузка после выхода Miles'а из машины. К счастью, решение проблемы можно найти в обсуждениях в стиме. Здесь пользователи говорят о том, что игра работает только на английском языке. Что ж, давайте проверим. И да, действительно, бесконечной загрузки больше не было, и я мог направляться прямиком к воротам клиники. Игра выдает в среднем от 40 до 60 фпс, что в целом комфортно. Единственное «но» — это английский язык. Но вы же играете в хорроры не для того, чтобы читать, верно? На самом деле, решение проблемы также есть в стимовском обсуждении. Вы можете менять язык в настройках, чтобы прочитать текст очередной записки, а потом быстро переключить его снова на английский. По мне так это не очень удобно. И, честно говоря, я практически уверен, что вы уже знакомы с сюжетом этой игры. Однако я спойлерить его тут все равно не буду. Тест на макбуке ARM1 тоже прошел без особых проблем. Настройки графики можете увидеть на экране. Количество фпс практически всегда было в районе 30. Идем дальше. Outlast 2. Вторая часть игры, к сожалению, на мак портирована не была, поэтому запускал я ее через Parallels Desktop. О нем я тоже рассказывал в одном из своих прошлых видео. Настройки графики перед вами. Везде у меня стоит лоу, так как это эмуляция винды и я не ожидаю чудес. На этот раз язык я поставил русский, и хлопот это не доставило. В начальной катсцене и вертолете у меня почему-то картинка отставала от звука. Но такое было в первый и последний раз за всю игру. В целом игра выдает около 40 фпс, но провисания все-таки случаются перед прогрузкой новой местности или катсценами. Испортит ли вам это впечатление от игры? Позвешайте сами. Ну что, будем ждать выхода следующей части серии. А вы обязательно напишите в комментарии название игры, которую хотите увидеть в одном из следующих видео. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить ничего. Чао, Белла, ёпт.